Привет, друзья, с вами я, Тиран, и это первое видео из серии «Маркет наперед», где мы будем учиться методам, как зарабатывать, инвестируя правильное время, и не только инвестируя, но и открывая позиции в рынке Форекс. Для того, чтобы приугадывать курс рынка наперед, мы посмотрим в историю, назад. Посмотрим те ситуации, которые одинаковы с теми ситуациями, которые будут, и заранее будем открывать позиции, или же, если мы уже в этой ситуации, понять, когда закрываться, или когда открыть обратные позиции, или выходить, или входить в рынок. Итак, начнем. В прошлом видео я задал один вопрос и просил, чтобы ответили в комментариях, но ответа не было. Вопрос следующий. Что было основным фундаментом, основой для последнего сильного пампа биткоина? Давайте посмотрим на график. Вот этот памп, который начался утром 4 февраля, и мы видим, что через неделю идем в флэт, потом падаем. Если основаться на том, что в новостных медиа было, что выходило ETF, и KPMG добавило биткоин и эфириум в баланс, в свой баланс, вот из-за чего и произошел этот памп. На этом, если сделать трейдинг, вы точно отдали свои деньги, они заработали. Я тут нарисовал квадрат. Квадрат, как вы думаете, вот этот временной промежуток, чем ассоцируется? Давайте пойдем посмотрим другие квадраты, такие же, как и тут, и посмотрим, что произошло в них в это время. Как мы видим, то же самое. У нас есть памп первой недели, консалядация и дамп. Памп первой недели, консалядация и дамп. Памп первой недели, консалядация и дамп. Никто не догадался, какие это квадраты. Да, ребята, это временные промежутки Олимпийских игр, последняя из которых началась ровно 4 февраля утром и закончилась 20 февраля. Почему это происходит? Потому что во время Олимпийских игр войны должны прекратиться, а мирное время – это хорошо для рынка, особенно для начинающего рынка. Не воспользоваться вот этой окушкой неправильно. Также мы видим, что перед Олимпиадой рынок идет вниз, дает дип, чтобы входить в лучшие позиции. Лучшее построение позиции – это построение этой позиции наперед. А не тогда, когда все уже заканчивается, и все выходят, а ты входишь, что дайте мне тоже заработать. Добавить этот метод копирования истории в свой кошелек знаний, когда открывать-закрывать позиции – это очень сильный метод. Я знаю, что вы скажете, что… Окей, Кик, мы узнали метод, как зарабатывать на каждой Олимпиаде, но то, что Олимпиады через 4 года – это нам нужно как-то заработать сейчас. И для того, чтобы заработать сейчас, то уже есть события. Войные ситуации – это и ситуации с финансированием войн. То есть по всему спектру есть события, которые не меняются. Войны – это войны банков. И на всех этих ситуациях можно заработать. Будут много видео, как зарабатывать на копирование разных ситуаций. Несколько из них поставлю тут в открытом доступе, несколько будут в приватной группе. Спасибо всем, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok